1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Накануне этого дня в Центре социального обслуживания «Вера» открыла свои двери уже ставшая традиционной социальная гостиная. Обсудить насущные вопросы за чашечкой чая пришли ветераны, члены организации «Дети войны» и реабилитированные жертвы политических репрессий Ленинского района. Такие встречи здесь проходят каждый месяц. Это отличная возможность для подопечных Центра инвалидов, многодетных семей и ветеранов задать интересующие вопросы, узнать о нововведениях в законодательстве и высказать свои пожелания. Постараемся обсудить и довести до руководителей общественных организаций, они в свою очередь доведут до своих членов организации, до друзей и знакомых, изменения в законодательстве, какие-то новые меры социальной поддержки, в том числе по проезду у нас произошли большие изменения. Гости социальной гостиной обращались напрямую к представителям пенсионного фонда отдела по социальным вопросам администрации района Ленинского управления соцзащиты и руководителю Центра «Вера». Один из насущных вопросов – о компенсациях по капитальному ремонту. С 1 января 2018 года счета выставляют поквартально, а не раз в месяц, как раньше. В итоге набегает немаленькая сумма, но пугаться не нужно, льготным категориям граждан ее компенсируют. Только не стоит затягивать с оплатой. При неоплате счетов больше 6 месяцев компенсация будет приостановлена. Затем директор Центра «Вера» Андрей Коренюк рассказал о проекте «Перезагрузка». По поручению министерства мы будем вводить новые дополнительные услуги, новые направления, которые, на наш взгляд, должны быть интересны всем получателям услуг. Это, прежде всего, гражданам пожилого возраста. Из того, что уже сделано и на сегодняшний день реализуется, это один из направлений йога. Кроме того, в ближайшее время в Центре планируется открыть клубы барабанщиков и любителей покушать. Волонтеры будут показывать мастер-классы по приготовлению разнообразных блюд. Дальше будет проходить фуршет, то есть все, что приготовится, будут люди это кушать. И чаепитие. Люди смогут узнавать какие-то новые для себя рецепты. У нас также будет приглашаться медицинский работник, диет-сестра, которая будет рассказывать о калориях, о полезности этих продуктов. И проводить некую такую медицинскую беседу в рамках работы этого клуба. Пока новые проекты проходят апробацию и лишь в случае заинтересованности граждан будут реализованы.